Симбиоз производства и науки приносит ощутимые плоды. На этом предприятии освоили выпуск более 50 электроустройств, причем доля собственных разработок превышает 90%. Продукцию, защищенную патентами, поставляют во многие регионы страны и зарубеж. Предприятие продолжает наращивать мощности. НПО «Каскад» стал вторым по счету резидентом индустриального парка. Государственная политика Российской Федерации направлена на то, чтобы отечественные товаропроизводители замещали импорт. А в перспективе, чтобы эти товары продавались под брендом «Сделано в России», на этом индустриальном парке у нас еще несколько резидентов, которые будут реализовывать свои проекты. Это тоже очень важно, там разные направления, об этом тоже нужно говорить. И, по сути дела, мы взятые обязательства выполняем, а это последующее или уже показатель того, что появляется новый налогоплательщик, появляется возможность пополнить доходную часть, а по расходной части мы, соответственно, по нашим программным продуктам направляем эти средства на повышение качества жизни. Новый корпус НПО «Каскад» был возведен за два года. Здесь запустили сразу восемь производственных площадок по обработке металла и пластмасс, холодной штамповке, порошковой покраске, а также сборке металлоконструкций. В оснащение предприятия вложили свыше двух миллиардов рублей. Остается в деле и корпус завода на улице Хузангая. Именно здесь работают специалисты конструкторско-технологического бюро, которое отвечает за разработку инноваций. У нас было 4000 квадратных метров, мы их оставляем. Мы просто увеличиваем количество произведенной продукции для того, чтобы наполнить рынок России. Потому что на 90% продукции сейчас, что мы выпускаем, закупается в Европе. В ближайшее время на заводе планируют нарастить выпуск электроизделий в три раза и реализовать новые проекты. Мы оснащаем высокоточным европейским оборудованием, хороших фирм, для того, чтобы конкурировать с компаниями в Европе. Мы сейчас, со следующего года, начинаем строительство, уже проект готов, строительство зданий для производства автоматизированных сборочных линий. Аналогов в России нет. Вообще нет. Аналогов. И нам никто эти технологии не передает, потому что это на уха у европейских предприятий. Это позволяет сейчас производительность в России примерно в 8-10 раз ниже, чем в Европе. Естественно, это сказывается на зарплатах. Мы должны повысить производительность в ближайшие годы в 5-6 раз. Это возможно только при автоматизации труда. Это механизмы, это позволяющие из нескольких десятков компонентов собирать готовые изделия. Готовые изделия без участия человека. Вот когда бываешь в Европе, ты приходишь в цех, там 5 тысяч квадратных метров, а там работает 10 человек. И продукция делается 24 часа в сутки. Продукция Чебоксарского завода конкурирует с известными зарубежными брендами. Соединители, клеммные зажимы, изоляторы, системы контроля температуры заказывают на предприятиях, производящих вагоны, автомобили и даже морские суда. Электроизделиями, НПО, каскад, оборудованные и крупнейшие атомные станции страны. В новом корпусе планируют наладить выпуск устройств для оборонной промышленности. Они через 2, ну максимум 3 года хотят войти по объему отгруженной продукции в клуб миллиардников. То есть это те предприятия, которые более одного оборота у нас ежегодно пополняются. Я рад и счастлив. Почему? Потому что сейчас студенты смотрят это производство. Они смотрят, как люди работают на этих современных станках. Прекрасные условия работы, прекрасный микроклимат, атмосфера трудовым коллегами очень хорошая. Появляется новый налогопотельщик по оборотам. Пополнять будем доходную часть, а по расходной части будем направлять эти средства на повышение качества жизни жителей Чувашской республики. Рынки сбыта для продукции завода гарантированные. Стабильные заказы позволяют реализовывать инвестиционные проекты. Через 3 года в НПО «Каскад» планируют построить еще одну площадку и создать более 300 рабочих мест. В правительстве региона предприятию оказывают поддержку. Эту компанию сопровождали, вот сегодняшнюю компанию «Каскад» сопровождали достаточно долго на протяжении последних трех лет. Мы проводили ее для участия и совместно готовили заявки для участия в федеральных конкурсах, получали средства. Мы из республиканского бюджета тоже выделяли, потому что для нас компания понятна. Мы видим, что вкладывается в производство, видим, что вкладывается в строительство, в том числе этого корпуса. Поэтому сопровождали ее постоянно. Ну и вот сегодняшний, приятно, пожинает сегодняшний результат. Всего в индустриальном парке будет работать 9 резидентов. Им предоставляют готовые участки с уже подведенными коммуникациями и дорогами. Предприниматели просто без этой энергии, которая идет сверху, не могли бы это сделать. Во-вторых, это, конечно, финансовая помощь, которая была оказана. То есть это дороги, это электроэнергия, это отопление, газ имеется в виду и так далее. До конца этого года здесь должны открыться заводы по выпуску трансформаторов и турбокомпрессоров. По скромным подсчетам, в перспективе только в индустриальном парке создадут более тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в экономику превысит полтора миллиарда рублей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова